здравствуйте уважаемые зрители как вы наверное поняли вы поняли сколько вы меня уже просите лет так наверное пять чтобы я рассказал вам про принц ойген и сегодня я вам про него не расскажу опять потому что сегодня буду рассказывать в целом про историю создания кроссеров типа адмирал хиппер ну а ойген ну когда-нибудь в следующий раз вообще у немцев конечно все было вроде бы по полочкам но знаете как-то задом наперед когда все страны после того как закончилась первая мировая война вздумали строить флот тут неожиданно вполне себе для всех случился вашингтонский морской договор который ограничил водоизмещение ограничил максимальный калибр крейсерских орудий и это наложило очень большие действительно особенности на дальнейшее развитие всего флота в германии все было совершенно по-другому потому что она естественно как страна которая понесла поражение войне не участвовала ни в каких договорах и вообще была еще сильнее ограничено условиями версальского мирного договора у германии правда было одно неоспоримое преимущество она могла достаточно быстро начинать замену устаревших кораблей и начала это делать параллельно с тем как в остальных странах стали строиться вашингтонские крейсера и германия построила крейсера ну или броненосцы или тяжелые крейсера хотите называйте их карманные линкоры примерно в то же самое время когда все остальные страны строили стандартные вашингтонские крейсера и в общем то все было хорошо но карманных линкоров было не так много и у них все-таки было одно слабое место это скорость все-таки крейсеров в конце концов быстрый корабль а карманный линкор все-таки немножко линкор именно поэтому в германии уже в 20-е годы озадачились тем чтобы все-таки создавать какой-нибудь тяжелый крейсер поэтому когда во всех остальных странах развитие тяжелых вашингтонских крейсеров шло достаточно планомерно первоначально там создали сравнительно плохие корабли когда попытались вместить все что только можно и артиллерию 203 миллиметра и хорошее бронирование и все это в 10 тысяч тонн в общем то вашингтонские крейсера первого поколения были действительно слабыми кораблями но развитие кораблестроения шло семимильными шагами и уже последующие поколения которые появились например хотя бы в начале или уже в середине 30-х годов представляли собой совершенно другие корабли правда необходимо сделать маленькую оговорку практически все так называемые вашингтонские крейсера этот самый вашингтонский морской договор нарушали потому что у всех было какое-никакое но превышение по водоизмещению концепция развития флота в германии была достаточно своеобразной основным соперником видимо еще пометая нанесенных поражениях должны были стать естественно французские и английские корабли в англии к тому времени были разные проекты в том числе например были первые тяжелые ее крейсера с калибром 190 миллиметров не это было вроде бы конечно близко к 203 но все равно сильно слабее но франции были довольно таки интересные корабли например тяжелый крейсер алжир ну или альжири который был одним из самых мощных учитывая его соотношение и бронирование и огневых и скоростных характеристик и к тому же во франции закладывались контрмеры против карманных линкоров в виде дюнкерка и страсбурга которые должны были но точно уж от них не отставать и перестреливать главным калибром поэтому необходимо было заложить какой-нибудь корабль который был бы точно не слабее чем тяжелые крейсера основных стран соперниц но при он должен был быть достаточно быстрым чтобы убежать от линкоров то есть это должен был быть по факту супер тяжелый крейсер но то есть он как бы не супер тяжелый а супер тяжелый крейсер в скобочках основная парадигма там была точно такая же как и во всех странах орудие 203 миллиметра штук 8 скорость 32 узла водоизмещение максимум 10 тысяч тонн и запас хода ну там тысяч 12 миль при этом еще и бронирование такое чтобы например не уступать альжири у которого броня была в борту 120 миллиметров и палуба 80 но так как у немцев не было вот этой вот всей долгой истории которая была у всех остальных стран что невозможно впихнуть невпихуемое в такие рамки то естественно они не поняли что невозможно запихнуть это в 10 тысяч тонн почему вообще если честно немцы в тридцать четвертом году занимались такими вопросами учитывая что версаль то никто не отменял и все страны были скованы еще и вашингтонским морским договором на германия на самом деле на версаль в голове у себя давно наплевала но выходить совсем нагло за рамки международных морских договоров которым она не принадлежала не хотелось потому что были все-таки идеи что возможно если условия версаль удастся пересмотреть или вообще его аннулировать то германию могут принять наравне в другие морские договора и вот соответственно корабли у нас уже под эти договора есть то есть все-таки не хотелось совсем идти наперекор всем чтобы не обострять раньше времени ситуацию пока никакого флота то нет воевать то чем-то надо будет поэтому немцы всячески пытались в эти десять тысяч тонн влезть и даже рассматривали например вариант установки вместо 203 миллиметровых орудий 8 штук поставить например 12 150 миллиметровых пушек 12 орудий это конечно хорошо но 150 миллиметров это калибр но чуть ли не эсминцы да и выигрыш который при этом получается но в общем то смешной там где-то примерно 500 тонн учитывая что превышение было на 3 на 4000 то есть это бы абсолютно ничего не спасло поэтому немцы с этим совсем смирились решили если уж превышать то строить хотя бы нормальный корабль после того как корабельным инженерам стало ясно что у них практически карт-бланш уж если превышать так превышать насколько влезет они стали разрабатывать различные проекты но оказалось что например водоизмещение порядка 11 тысяч тонн позволяет создать корабль у которого пояс будет в лучшем случае 85 миллиметров а броня палубная 30 и при этом еще никакой толком птз не будет это даже близко не подходит на то что было у французских кораблей или у итальянских кораблей типа zara про которые я рассказывал и они между прочим были среди вашингтонских самыми бронированными там вообще поезд до 150 доходил поэтому финально немцы остановились на проекте который все прекрасно понимали что не уместится не в 10 не в 11 не даже в 12 а в итоге уместился почти в 16000 тонн и представлял себя корабль с бортовой броней 120 миллиметров и 50 миллиметров горизонтальная броня но в конечном итоге 120 не суждено было реализоваться и получилось только 80 но было понятно что корабли все равно строить надо и дальше некуда тянуть поэтому 30 октября 34 года был выдан первый заказ на строительство головного корабля на верфях в киле а затем и второго корабля на верфи бломунвосс в гамбурге практически сразу после этого гитлер объявил что германия выходят из версальского договора при этом он ничего не сказал про то что корабли уже заложены но британия думаю было не глупой страной все понимала поэтому быстро заключила англо-германское соглашение и все-таки добилась некоторых ограничений в частности одно составляло 35 процентов от английских кораблей в каждой из категории то есть соответственно на крейсера например получалось 51 тысячи тонн и калибр 203 миллиметра по-прежнему то есть германия в этих рамках могла строить все что угодно в принципе в том числе и больше 10000 тонн каждый отдельный корабль именно поэтому сразу же и был заложен третий корабль серии под индексом j и это как раз и был принц ойген по слегка измененному проекту при этом в тридцать шестом году состоялась лондонская морская конференция которую в общем то можно сказать подсрала франция потому что франция отказалась сидеть за одном столом с германией которая нарушила версальский мирный договор ну и в общем то это окончательно развязала гитлер руки хотя там были планы начинать строить корабли со 150 миллиметровыми пушками типа посмотрите мы все такие мирные но в результате все 150 миллиметров поменялись на 203 и это должны были стать корабли продолжатели традиции адмирала хиппера но в общем если говорить немножко про название то в принципе все корабли а их предполагалось 5 это соответственно адмирал хиппер блюхер принц ойген зейдлиц и люцов должны были называться так или иначе в честь каких-нибудь германских именно полководцев и начальников кроме принца ойгена потому что он назывался в честь австрийского полководца и сделано это было как утверждают ну и в общем логично достаточно исключительно из политических соображений потому что ну аншлюз австрии это было дело так сказать совершенно недавно и надо было показать что австрия является как раз полноправным участником третьего рейха вообще надо сказать что корабли строили достаточно долго так или иначе заложили в тридцать пятом тридцать шестом году а вступили они во флот в тридцать девятом сороковом то есть в четыре года понадобилось для того чтобы закончить полностью корабль ну а последние два заидлиц и люцов вообще не были так иначе законченная история там конечно по отдельному интересно вообще даже беглого взгляда на крейсера типа адмирала хиппер достаточно чтобы понять что эти корабли были крайне технологичны и в принципе если посмотреть на все немецкие корабли будь то терпицы бисмарки шарнхорсты deutschland и или хипперы они все немножко похожи но для неискушенного глаза не вообще как будто одинаковые и даже для искушенного глаза это было так потому что например в том же самом сражении в датском проливе британцы обознались и первоначально принца ойгена приняли как раз за бисмарк и вели по нему огонь хотя конечно это было сделано еще и за рокировки которую сделали немецкие корабли под покровом ночи но тем не менее большое количество различных команды дальномерных постов радиолокаторы антенны и много чего еще что на многих кораблях постройки примерно тех же лет абсолютно отсутствовало например там допустим у японии были намного более проще выглядящие корабли все это с одной стороны конечно делала действительно корабли технологичными и они могли делать очень много вещей которые не могли делать их одноклассники но при этом это было во многом дорогая игрушка при случайном даже попадании куда-то в эту игрушку она могла полностью рассыпаться несмотря на то что многие системы были задублированы а то и триплицированы если вообще не четыре раза продублированы везде во всех местах но тем не менее в том же бою в датском проливе всего лишь одно попадание рядом с бисмарком радар у него вывела из строя из-за чего как раз они с принцем ойгеном то и поменялись но если начинать говорить последовательно про конструкцию то в пантеогене было много вещей которые были призваны сделать его действительно стабильной огневой платформой потому что орудий все-таки 8 это как бы не так много поэтому надо чтобы стрелял точно одно из таких интересных вещей например были цистерны фрама которые находились внутри корабля представляли себя цистерны заполненную водой и были предназначены для того чтобы успокаивать качку то есть стабилизировать корабль и в принципе считалось что принц ойген был достаточно точным кораблем но там конечно еще и пушки повлияли на это вообще говоря про внутреннюю компоновку крейсеров типа admiral hyper надо сказать что их внутреннее пространство было достаточно ограниченным особенно что это касалось кубриков экипажа потому что на корабле был аномально огромный экипаж почти 1400 человек а в некоторый момент он чуть не до полутора тысяч доходил и это тяжелый крейсер да они были большие двести три метра длиной это порядка двух футбольных полей да они были широкий 22 метра до финальное водоизмещение доходило почти до 18 тысяч тонн при полной загрузке но в основном это было связано как раз с тем что там было очень много различного технологического оборудования и большое количество помогательной артиллерии которую необходимо было обслуживать но в основном очень много людей занимались как раз именно работой на различных вычислительных постах начиная от орудий главного калибра и заканчивая торпедными аппаратами если говорить про бронирование то немцы здесь сделали то же самое в принципе как и на своих линкорах а именно постарались забронировать вообще все что только можно но надо понимать что это бронирование всего что только можно все равно не защищала от орудий калибра 203 миллиметра потому что бронепробитие на каких-то нормальных дистанциях ведения боя среднем так скажем составляла там 150 200 миллиметров поэтому бронепояс 80 миллиметров спасал в лучшем случае от каких-нибудь осколков или от орудий вспомогательного калибра или от эсминцев поэтому корабли по бронированию основному остались конечно же слабее чем и альжири и пола но в общем то немцы когда стали делать оконечности бронированные там например по 40 миллиметров по 20 миллиметров естественно потратили на это большое количество водоизмещения но идея там была в том что такая броня защитит корабль от затоплений которые могли бы быть получены через небольшие повреждения то есть допустим осколки могли пробить не бронированные оконечности и привести какого-нибудь затоплению ну а так как соответственно не пробьют поэтому весь корабль был забронирован снизу до верху естественно была двойная палуба бронепалуба верхняя которая была 25 миллиметров нижняя которая была 30 миллиметров соответственно которая должна была первая взводить снаряды вторая ловить и она справлялась забегая вперед своими обязанностями несмотря на то что было меньше миллиметров на 30 чем у конкурентов но и главный бронепояс и главная бронепалуба имели достаточно интересное строение если посмотреть на поперечные срезы то можно увидеть что бронепалуба загибалась и соответственно примыкала к бронепоясу так что были скосы которые также обеспечивали дополнительную броню одной из самых защищенных мест была естественно боевая рубка которая состояла из 150 миллиметровых плит при этом крыша была 50 миллиметров это действительно было одно из самых защищенных мест причем практически все наблюдение велось через специальные перископы то есть классических таких прорезей в боковых плитах практически не было также броней защищали все командно дальномерные посты которые были на надстройке что и главный кпд они защищались специальными такими куполами броня там была где 20 миллиметров где 14 из-за того что необходимо было как раз защитить все это броней кдп приходилось дублировать потому что просто они не помещались по своему размеру со всей этой броней так чтобы например тот самый дальномер мог вращаться полностью на 360 градусов поэтому кдп был например слева и справа надстройки были к тому же и дублирующие но общем кдп действительно надо было защищать потому что они были очень технологичные и любых повреждений исправить каких-то походных условиях было бы достаточно сложно из этого на самом деле были проблемы то какие-то короткие замыкания то еще что-то в глубине корабля куда поступали данные дальномерных постов находились специальные помещения оснащенные аналоговыми компьютерами которые производили все расчеты и таких постов было несколько они находились как в носу так и в корме и помимо этого на корабле были гиростабилизаторы также разнесенные по продольной оси корабля для того чтобы находить так скажем усредненное значение крены чтобы выдавать еще более правильные цифры цели наводки на нее угле на цель и тому подобное аналоговые компьютеры тех времен могли учитывать в принципе все параметры которые получали от дальномерных постов но в частности естественно дальность скорость курс цели естественно направление ветра сила ветра давление воздуха это в принципе все без проблем считывалось ну и степень износа ствола которая тоже могла влиять на давление которое там создавалась при взрыве разгонного снаряда и все это еще учитывал и продольную и поперечную качку но и действительно такая система была настолько совершенной что ну может быть сразу что на американских линкорах которые строились примерно же в это время было нечто похожее и вот как раз на это все и затрачивались огромные людские ресурсы при этом за счет того что все в принципе было задублировано и передублировано если что-то бы одно вышло из строя то в принципе корабль продолжил бы вести достаточно точный огонь но естественно тогда необходимо сказать о чем надо было вести точный огонь орудия калибра 203 миллиметра четыре башни по два орудия и эти орудия были одними из самых лучших орудий калибр 203 миллиметра с некоторыми интересными оговорками про которые я уже говорил не помню в каком видео но повторюсь еще раз в принципе орудий калибра 203 миллиметра делится как бы на два типа одни с не очень тяжелыми снарядами со стандартными но с большой начальной скоростью а другие соответственно с тяжелыми снарядами с не очень большой начальной скоростью для стрельбы не по пологой а по более навесной траектории к первым скоростным орудием относятся как раз немецкие которые должны были применяться на не очень больших дистанциях в условиях достаточно пасмурных северных морей а ко второму типу относится например американские орудия у которых болванки были но по моему по 150 килограмм и соответственно начальная скорость там была что-то порядка 700 чем-то метров в секунду здесь же у немцев снаряды были 122 килограмма но при этом начальная скорость была 925 круче был опять же только у итальянцев но и то на 15 метров в секунду быстрее поэтому и бронепробитие и начальной скорости этих орудий были одними из самых лучших они пробивали где-то 200 миллиметров брони на дистанции 15 с половиной километров ну и соответственно при каких-нибудь не очень удачных углах под 60 градусов эту же броню они могли пробить на дистанции 9000 метров в снаряде и из 122 килограмм в бронебойном было примерно два с половиной килограмма взрывчатки но естественно были полубронебойные снаряды хотя естественно я сказал зря потому что у немцев практически у единственных было такое многообразие различных снарядов так вот например полубронебойный имела взрывчатого вещества в шесть с половиной килограмм и соответственно мог пробивать до 100 миллиметров брони но при этом были еще и как раз вот такие фугасные классические в которой было почти 9 килограмм взрывчатки он все равно 50 миллиметров брони пробивал интересно то что зенитки у немцев тоже были очень неплохие они сразу поставили 105 миллиметровые установки было соответственно их 6 штук двух орудийные то есть на каждый борт по 6 орудий и эти башни я хотел сказать на самом деле башнями то не были это было как бы ну небольшая хелесова пита потому что если посмотреть спереди кажется что это башня если посмотреть сзади то это по факту является некой щитовой установкой и экипаж находился незащищенный на палубе из-за чего естественно страдал эти орудия были достаточно эффективны еще и потому что соответственно были дальномерные посты посты управления огнем именно этими орудиями и их было аж 4 штуки они также были все стабилизированные и можно было переключаться между этими постами соответственно это было очень удобно но с другой стороны если что-то выходило из строя как говорится ломалось сразу все помимо этого естественно были и более мелкие в автоматы типа например 37 миллиметровые пушки 20 миллиметровые пушки при этом 37 миллиметровые были не очень эффективны вроде бы как ибо форсы 40 миллиметров но по факту баллистические характеристики там были хуже но а вот 20 миллиметровые установки были совсем не очень и те и те вообще разрабатывала фирма rain metal буду теперь говорить правильно хотя конечно сложно сказать как правильно по-английски как принято по-русски или уж по-немецки не будем в это вдаваться но потом немецкие инженеры все-таки довели 20 миллиметровые пушки хотя бы до какого подобия аликонов подняли там скорострельность почти до 500 выстрелов в минуту но и естественно были торпедные аппараты причем по торпедным аппаратам немцы уступали что разве японцам но у японцев была своя самурайская стратегия они там этими торпедами хотели заспамить все американские корабли один раз даже удалось это сделать но здесь получилось вполне неплохо торпеды были стандартные 533 миллиметра 12 торпедных аппаратов соответственно два трехтрубных аппарата на каждый борт естественно дальность там была не такая огромная как у лонг лэнсов но это было обусловлено с тем что опять же как и главная артиллерия все это предполагалось как орудие условно последнего шанса более защитная если в пасмурных морях где-то вдруг противник вывалится совсем под бортом как раз тогда применить эти самые торпеды ну и конечно вроде бы не самое интересное но то чем немцы именно выделялись а именно радарные и различные гидролокационное оборудование которое в некоторых играх даже специально выделялось действительно там были гидролокационные системы их было несколько были две системы пассивная типа и 1 активного и в общем эти системы обеспечивали достаточно точную гидролокацию поскольку позволяли обнаруживать даже мины или торпеды то есть были очень точными при этом то что касается радиолокационного оборудования германия сначала очень неплохо стартанула еще в 30-е годы на тех же самых дочлендах еще во время испанской войны испытывали первые образцы радаров и действительно их поставили и на хипер и на блюхер там были fuma 22 которые работали на длине волны под 0 8 метра но потом что-то все застагнировало и в общем то только на принц ойген так как он был спущен на воду позже остальных сразу поставили локатора fuma 27 но в дальнейшем доставляли постоянно различные и другие модели даже иногда более устаревшие в результате действительно там их было несколько штук но немцы все-таки уже ближе к концу войны перешли от концепции активной радиопеленгации то есть когда они сами ищут кого-то перешли так сказать к пассивной то есть когда ты кого-то ищешь естественно ты себя тоже демаскируешь потому что излучаешь радиоволны поэтому немцы на свои корабли ставили детектора который наоборот ловили излучение ну в частности от английских кораблей с ними они в основном и сражались детектора что интересное не зли название индонезийских островов но например на принц ойгене стояли детектора которые назывались суматра их было всего пять штук и они в принципе неплохо работали показывает что действительно где-то там британские корабли шуршат радиоволнами по эфиру пытается их найти но британцы естественно и эти системы обходили и радиолокационная борьба это очень интересно особенно в самом конце войны ну и пожалуй что самый спорный момент касавшийся их конструкции это энергетическая установка потому что до этого были сделаны дойчленды и на дойчлендах были дизели немножко про дизели я рассказывал когда говорил про графа шпеи там были и плюсы и минусы ну в первую очередь плюсами было то что была огромная дальность хода при этом дизели были достаточно компактные не занимали много места среди минусов было то что корабль на максимальной скорости начинал так вибрировать что ни о какой точной стрельбе на или нормальной работе дальномерных пунктов не могло идти и речи ну и плюс еще конечно дымил он дай боже но это была уже не очень серьезная проблема поэтому было несколько идей какую энергетическую установку поставить на корабли с одной стороны все корабли предполагались вроде бы как рейдеры то есть им должна была нужна на большая дальность хода к тому же виталий достаточно не совсем эфемерной идеи о великом флоте и соответственно тогда хиппер должны были вместе с дойчлендами действовать на пару ну и для этого соответственно тоже не должны быть подходящие энергетические установки по своим параметрам и там по скорости разгона допустим по дальности хода но при этом как раз вот эти проблемы с фибрацией со всеми остальными вещами были действительно серьезными и в итоге сошлись на традиционной паровой турбине но хорошо бы если поставили традиционную а поставить в результате решили совершенно не отработанную ни в одной стране еще до этого до нормального вида не вид доведенную турбину с высоким давлением пара которая вызывала огромное количество потом проблем и действительно даже немецкие моряки боялись что может что-то произойти совершенно немыслимое с этой установкой с этими котлами намучились даже потом американцы уже с ней после войны но это я забегаю конечно вперед естественно главным минусом такой установки было то что она кушала такое огромное количество топлива что в том же самом первом подходе в рейнских учениях ойгин сожрал практически весь свой запас топлива еще даже не начав ничего делать при этом он сожрал топлива еще из кораблей снабжения и это было необходимо только для того чтобы вернуться назад поэтому конечно это было пожалуй что главная промашка которая еще до начала каких-либо боевых действий от как только было принято решение как только была поставлена подпись утверждающий на чертежах что будет протурбинная установка все это сразу перечеркнуло любые крейсерские действия этих кораблей но для немцев это вроде как бы было бы не очевидно к тому моменту ну и пожалуй последнее про что необходимо сказать касательно их создания это их авиационное вооружение если можно так сказать а немцы его рассматривали на если посмотреть детали действительно как вооружение это гидросамолеты арада 196 в принципе это были очень неплохие машины поскольку обладали и скоростью достойной 310 километров в час и высота у них была максимальная до 7 километров при этом воздухе он мог находиться до четырех часов ну и вооружение надо понимать это все таки две двадцати миллиметровых пушки и три пулемета помимо всего этого прочего он мог нести еще и бомбы на подвесе две штуки по 50 килограмм то есть немцы его вполне серьезно рассматривали как легкий бомбардировщик несмотря на то что самолетов то на корабле было первоначально три гидросамолета в дальнейшем на принте огине увеличили количество до пяти то есть четыре в ангаре один на катапульте и для этого количества самолетов были соответственно бомбы которые хранились внутри корабля не дай боже взорвется и этих бомб было 30 штук по 50 килограмм ну и для пушек и пулеметов было четыре и 30 тысяч снарядов соответственно поэтому действительно предполагал что эти самолеты как-то могут воевать ну или хотя бы от каких-то торпедоносцев возможно защищать свои родные корабли но действительности конечно эффективность этих самолетов по факту была низкая и не всегда даже в общем то никогда полный авиационный комплект корабли не несли тот же ойгин нес лучшем случае три гидросамолета как всегда не забывайте посмотреть несколько уже сотен видео по истории самолетов кораблей танков пушек и подводных лодок второй мировой войны а с вами был фуриус и до скорых встреч